Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня понедельник, 29 марта, а я представляю вашему вниманию торговый план по парам с евро, британским фунтом и японской иеной. Все три валюты по-прежнему находятся в фазе нисходящей коррекции по отношению к доллару США после бурного предыдущего роста и потенциал для продолжения сохраняется, но вероятно момент окончания этой коррекции все ближе, а значит пары приближаются к своим пределам. Итак, давайте посмотрим подробнее. Ну и вот евро весьма неплохо отработал ожидаемый сценарий, пройдя по предполагаемой траектории и достигнув целевую область между 1.1788 и 1.1735. Перед этим пара локально скорректировалась к уровню сопротивления на 1.1931, после ретеста которого цена, отбившись, начала стремительно снижаться. Пока четких сигналов на разворот не наблюдается, тем не менее вполне можно ожидать в скором времени оформления разворотного паттерна. В то же время до наступления этого момента логично придерживаться прежнего сценария на снижение в рамках как минимум еще одного завершающего нисходящего импульса. И вот на актуальном графике сейчас пара консолидируется в районе уровня 1.1788, что не исключает вероятность ретеста ожидаемого сопротивления на 1.1817. Подтверждением текущего прогноза станет последующий отскок из этой зоны с формированием заходной формации в рамках очередного нисходящего импульса, который нацелится в область между 1.1661 и 1.1620. А вот отмена текущего сценария состоится при пробое и росте выше разворотного уровня на 1.1868. И вот британский фунт все же вырвался из недавнего боковика и устремился вниз в рамках продолжающейся коррекции, исполнив ожидаемый сценарий с отработкой целевой области между 1.3700 и 1.3617. Хотя в данном случае паре не удалось набрать высоту с локальной коррекцией для ретеста сопротивления на 1.3955, цена была остановлена на уровне 1.3860, который в последующем и отправил котировки вниз. Сразу по достижении целевой зоны цена не смогла углубиться в нее дальше, очевидно уровень 1.3700 оказал существенную поддержку, что привело к серьезному отскоку и последующему восходящему движению, который сейчас и развивается. Это может оказаться разворотом, однако пока это требует дополнительного подтверждения, пока придерживаемся очередного сценария с вероятностью возобновления снижения. И вот так это выглядит на актуальном графике, где определяющим в данном случае станет способность цены закрепиться ниже сигнальной зоны между 1.3860 и 1.3955, на ретест которой цена сейчас, вероятно, и направляется. Подтвердением текущего прогноза станет последующий отбой и возврат под сопротивление на 1.3860 с формированием заходного нисходящего паттерна, который нацелится в область между 1.3617 и 1.3544. А отмена текущего сценария состоится при росте и закреплении выше разворотного уровня на 1.3955. Ну и, наконец, японская иена, которая также продолжила слабеть против доллара США, достигнув очередного локального максимума в рамках развивающегося восходящего тренда. Цена вырвалась из недавнего диапазона, предварительно протестировав поддержку на 1.10845, после чего продолжила расти, но пока целевой области между 1.11013 и 1.1033 не достигнуло, что вероятно является вопросом всего лишь времени, пока котировки торгуются в районе 1.10960, находясь на полпути к цели. С учетом общей картины и длительности текущего тренда нельзя исключать вероятность развития нисходящей коррекции, пределы которой могут лежать в районе уровня 1.109.01 с заходом в область предыдущей консолидации, откуда цена уже может обрести потенциал для новой фазы восходящего импульса. И вот как это выглядит на актуальном графике, где сейчас цена подходит к ценовой зоне с серьезным сопротивлением, нижняя граница которого проходит на уровне 1.109.95, для теста которого пара может еще подрасти, и определяющим в данном случае станет вероятность отскока из этой зоны, что может привести к локальной коррекции в район 1.109.01, и в случае нахождения хорошей поддержки даст возможность на отскок и формирование очередного восходящего импульса с целью в области между 1.10.33 и 1.10.69. Отмена текущего сценария состоится при пробое и закреплении пары ниже разворотного уровня на 1.108.45. А на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев, это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.